Поменять перила в подъезде, установить доводчик на входную дверь или очистить кровлю многоэтажки от снега. Плотник, управляющий компанией ЖК-1 Олег Гайнудинов, может сделать любую работу, причем всегда качественно и быстро. Плотник ЖК-1 Олег Гайнудинов – один из немногих, кому можно доверить практически любую работу и не переживать за качество и скорость ее выполнения, говорит руководитель Михаил Никитин. Работать здесь сложно. И люди, которые работают качественно и задерживаются на этом месте, это наша опора. Помимо качественного выполнения текущей работы и заявок от населения, Олег Тахирович в любой ситуации умеет найти с людьми общий язык. Не все это могут, не у всех это получается. И мы очень рады, что такой человек, как Олег Гайнудинов, работает у нас в коллективе. В управляющую компанию Олег Тахирович пришел работать более 10 лет назад. За эти годы завоевал доверие руководства и уважение к Олег. Сюда я приехал первый раз в 1996 году. У меня уже здесь мама жила. Она начала с УТЖС, потом в МЦМТ. Она перешла, я как раз приехал и в МЦМТ работал. Первыми объектами, в строительстве которых участвовал тогда еще 24-летний Олег, стали здания больничного комплекса Муравленко, лаборатория и хирургия. Все виды работ мы выполняли и строили тоже вместе с УТЖС. Это наравне. Дома вот эти все пятиэтажки, двухэтажки, все это строили. Тем не менее, тогда в Муравленко он задержался ненадолго. Как все молодые, искал себя. Уже в 2003-м вернулся на Ямал. Молодая супруга Ксения через год подарила первенца Павла. На этом Гайнудиновы не остановились. Потом Анастасия идет. Она родилась в 2005-м. Потом Варвара у нас родилась в 2013-м году. И в 2018-м Егорка, Георгий. Все, вот у меня два сына, две дочки. Многодетные Гайнудиновы уже на протяжении нескольких лет постоянные прихожане храма Преображения Господня. Стараются не пропускать церковные службы. В православие, признается Олег, пришел почти 20 лет назад, уже в сознательном возрасте. Если там большие праздники, то все равно всеночная служба. Стараемся идти на всеночную службу. Это там, например, Рождество, Пасха, Крещение. Когда большие праздники великие, то обязательно. Так стараемся каждое воскресенье, потому что после службы дети же идут в школу воскресную. Родился-то, видите, в Советском Союзе. И мы жили там, в Средней Азии. У нас не было ни церквей, ни мечети, как говорится. Артеистическое государство было. Олег Тахирович умеется вмещать все – и досуг, и любимую работу. А спектр обязанностей плотников в ЖЭКе немал. И это не только плотницкие работы. Где-то поручень кто-то оторвал, где-то дверь с пятерой кто-то дёрнул сильно, где-то доводчик, где-то пружину, ручку кто-то оторвал. Зашли в подъезд и полностью всё, что там есть, кроме электричества, это всё наше. Уже нет такой узкой специализации именно по дереву, а всё уже делают. Чем бы ни занимался плотник Гайнудинов, чистит ли кровли многоэтажек, ремонтирует ли подъезда, заливает ли битумом крыши пятиэтажек. Его труд не остаётся без благодарности тех, на благо кого он трудится – жителей родного города. Порой даже есть такие заявки, что поставьте на наружную дверь ручку или с пластмассовой, или с деревянной. Потому что ребёнок, чтобы руки не примерзали. Тоже вот такие бывают случаи. Но они также благодарят, потому что спасибо, детям удобно. Ирина Бугрим, Юлия Сидорюк, Антон Иванов. Новости Муравленко.